У нас сегодня с вами тема тоже такая необычная, кардиоваскулярная, автономная диабетическая нейропатия. Даже не очень точно понимаю, о чем пойдет речь, хотя обычно все, что произносит Юрий Алексеевич, я примерно для тебя представляю, но здесь вот я, по-моему, уже даже и примерно не понимаю. Пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Мне очень приятно, что действительно присутствуют на этом цикле не только из России, а уже и других стран, из Киргизии. И очень приятно, что мы с вами встречаемся на регулярной основе, потому что я как эндокринолог считаю, что эндокринные нарушения, они действительно лежат в основе любой патологии. И, конечно, об этом нельзя и не говорить. Что касается кардиоваскулярной, автономной диабетической нейропатии, то, в общем-то, на сегодня есть четкое определение, что она из себя представляет и что ее отличает. И поэтому в начале, естественно, я даю определение этого состояния. Итак, что же на сегодня мы понимаем под кардиоваскулярной автономной нейропатии? Это одна из форм диабетической автономной нейропатии. То есть, если говорить о понятиях простого человека, скажем, не эндокринолога, то это проявление диабетической поли нейропатии. То есть, это одна из ее форм. И при этом происходит нарушение регуляции сердечной деятельности и тонуса сосудов именно из-за того, что повреждаются нервные волокна вегетативной нервной системы, которые нервируют сердце и кровеносные сосуды. И таким образом все формы, о которых мы с вами будем говорить, в своей патогенетической основе будут иметь именно вот эти нарушения иннервации сердца и кровеносных сосудов за счет волокон вегетативной нервной системы. К сожалению, об этом осложнении говорят сейчас не так часто. Хотя вот по данным исследований, которые мне удалось найти, да, распространенность этой формы осложнения диабета в России составляет 25% среди пациентов с сахарным диабетом. То есть, на самом деле, эта форма встречается не так уж и редко. Просто она не выявляется и, соответственно, когда уже мы диагностируем эту форму, уже лечение становится практически невозможным. И вы в дальнейшем моем сообщении убедитесь, что, к сожалению, в большинстве случаев мы вынуждены назначать уже симптоматическую терапию. И помочь пациенту бывает крайне и крайне сложно. И поэтому, конечно, на предмет выявления этой формы нейропатии, да, пациенты должны обследоваться на регулярной основе. В частности, пациенты с сахарным диабетом второго типа должны обследоваться на предмет выявления кардиальной автономной нейропатии сразу при постановке диагноза сахарного диабета и далее не реже, чем один раз в год. Потому что, к сожалению, даже сейчас при больших методах хороших, известных диагностике диабета, второй тип диабета диагностируется поздно. И многие из пациентов длительное время ходят, не зная, что у них сахарный диабет. И, естественно, к моменту постановки такого диагноза диабета уже имеются осложнения, и в том числе кардиальная автономная нейропатия. Если мы говорим о пациентах с сахарным диабетом первого типа, то эту группу пациентов необходимо обследовать на предмет выявления КАН спустя пять лет после начала диабета. И далее уже один раз в год. То есть, вот, собственно, мы оговорили с вами, когда обследовать этих пациентов. Возникает вопрос, какие это методы обследования, какие группы риска имеются по поводу этого осложнения диабета. И, ну, естественно, какие формы этого вида осложнения встречаются. Что можно отнести к особенностям вот этой формы кардиоваскулярной автономной нейропатии при сахарном диабете? Надо сказать, что она ассоциируется со смертностью независимо от других факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. То есть, мы с вами привыкли, что факторами риска смертности являются там артериальная гипертензия и шимическая болезнь сердца, да. Вот наличие кардиоваскулярной автономной нейропатии – это такой же независимый фактор риска смертности при сахарном диабете, в частности. И, к сожалению, на ранних стадиях это осложнение может быть абсолютно бессимптомным. И обнаруживается оно только при других каких-то инструментальных, как правило, методах обследования. В частности, при сниженной вариабельности сердечного ритма при проведении пробы с глубоким дыханием. Ну и дальнейшее уже прогрессирование этого осложнения связано, конечно, в первую очередь это самое известное осложнение – это тахикардия покоя. Когда у пациентов покоя мы выявляем тахикардию более 100 ударов в минуту. И еще одно осложнение, которое, к сожалению, крайне тяжело лечится – это ортостатическая гипотензия. Это падение систолического или диастолического давления при изменении положения тела без соответствующего увеличения частоты сердечных сокращений. В частности, систолического на 20 и более миллиметров тутного столба или диастолического на 10 и более миллиметров тутного столба. Ну и, как я уже говорил, к особенностям этой формы осложнения диабета, да, нужно отнести то, что, к сожалению, лечение здесь в большинстве случаев симптоматическое. Оно направлено только на облегчение симптомов для пациента. Каковы факторы риска? В каких ситуациях при сахарном диабете мы будем говорить, что здесь повышен риск развития этого осложнения? И эти факторы несколько отличаются при сахарном диабете первого и второго типа. В частности, при сахарном диабете первого типа мы будем говорить о том, что факторами риска являются гипергликемия, соответственно, и высокие показания уровня гликированного гемоглобина. Сюда же относится наличие у пациента артериальной гипертензии, дистальной диабетической нейропатии и диабетической ретинопатии. Здесь надо оговориться, что при сахарном диабете первого типа никогда не бывает изолированной автономной кардиоваскулярной нейропатии. То есть, если она есть, то есть и другие осложнения сахарного диабета. Это и дистальная диабетическая нейропатия, это диабетическая ретинопатия. То есть, эти осложнения должны быть. Если мы видим изолированные симптомы ортостатической гипотензии, например, то нужно искать какую-то другую причину. Об этом мы с вами тоже еще сегодня поговорим. При сахарном диабете второго типа есть своя особенность факторов риска. Вот здесь уже к факторам риска, о которых я уже говорил, присоединяется еще и возраст пациента, присоединяется длительность сахарного диабета. Я уже говорил, что эти пациенты могут долго ходить, вообще не зная, что у них диабет. Сюда же может, здесь же может играть роль наличие ожирения. И курение также может играть роль как фактор риска развития кардиоваскулярной автономной нейропатии. Вот исходя из того, что я сказал, исходя из того, что этих пациентов мы должны регулярно обследовать, какие же клинические проявления в первую очередь имеются при этой форме осложнений сахарного диабета. Я уже про первые два рассказал. Это тахикардия покоя и ортостатическая гипотензия. Еще одним симптомом кардиоваскулярной автономной нейропатии является синдром постуральной тахикардии. То есть это, опять-таки, увеличение частоты сердечных сокращений при изменении положения тела более 120 ударов в минуту. Или более чем на 30 ударов в минуту от исходной величины частоты сердечных сокращений. Это снижение переносимости физических нагрузок, когда даже незначительная физическая нагрузка у пациента может вызывать, например, отдышку. Ну и к этим проявлениям также еще и относится немая ишемия миокарда. Вот здесь об этом клиническом проявлении любой врач должен помнить всегда. Потому что вот эта немая ишемия миокарда, она грозит нам тем, что тот же инфаркт миокарда может протекать абсолютно без каких-либо клинических проявлений. Ну а чаще он может принимать какие-то другие маски. Эти маски могут иметь симптомы, например, нарушения мозгового кровообращения. И таким образом, когда мы говорим о немой ишемии, мы говорим, что если у пациента с сахарным диабетом вы видите какую-то экстренную клиническую симптоматику, всегда делается электрокардиограмма. Потому что ишемия может быть немой, и мы можем пропустить инфаркт миокарда. Поэтому хоть эта форма и достаточно легко диагностируется с помощью той же электрокардиограммы, но, к сожалению, очень часто электрокардиограмма просто не делается. Поэтому нужно помнить о том, что если с пациентом с сахарным диабетом что-то происходит такое экстренное, то электрокардиограмма – это обязательный метод диагностики той же немой ишемии. Теперь я обещал рассказать про дифференциальную диагностику, потому что, в общем-то, симптомы, о которых мы с вами сейчас говорили, поклинические проявления, они, конечно же, не специфичны для вот такой вот именно автономной нейропатии. Нельзя сказать, что это проявление только характерно для этой формы осложнения. Поэтому прежде чем мы проводим диагностику, мы должны исключить ряд состояний. Ну, в частности, если мы имеем тахикардия покоя, напомню, что это ЧСС более 100 ударов в минуту, то та же тахикардия может присутствовать при анемии, при тиреотоксикозе, при лихорадке, при нарушениях ритма сердца, например, фибрилляции и трепетания предсердий, при дегидратации, при надпочечниковой недостаточности. Также надо помнить, что некоторые лекарственные средства также могут вызывать аналогичную клинику, например, препараты, которые содержат симпатомиметики, это бронхолитики для лечения бронхиальной астмы и комбинированные препараты для лечения простуды, которые также могут содержать эфидрин и псевдоэфидрин, ну, например, некоторые капли от насморка, некоторые биологически активные добавки, имеющие в составе алкалоиды эфидры, имеющие в составе кофеин, например, ну и, соответственно, сам кофеин, прием алкоголя, никотин, то есть курение, наркотические вещества, кокаин, амфетамин, метамфетамин, то есть все эти вещества могут вызывать тахикардию, поэтому при диагностике на это нужно обращать обязательное внимание. Если мы говорим об артестатической гипотензии, напомню, это снижение систолического артериального давления более чем на 20 или диастолического более чем на 10 миллиметров тонкого столба, то здесь тоже есть ряд состояний, которые мы обязаны учитывать, когда проводим диагностику. Это надпочечниковая недостаточность, это уменьшение объема циркулирующей крови, например, при острой кровопотере и дегидратации, это беременности после родовый период, сердечно-сосудистые заболевания, опять же таки аритмии, сердечная недостаточность, миокардиты, перекардиты, клапанные пороки сердца. Это употребление алкоголя, а также ряд лекарственных препаратов, которые могут вызывать артестатическую гипотензию. В целом это антиадренергические препараты, антиангинальные препараты, антиаритмические препараты, антихолиэнергические препараты, диуретики, ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов к ангиотензину, седативные препараты, нейролептики, антидепрессанты, ну и наркотические средства. Поэтому прежде чем мы будем диагностировать и лечить кардиоваскулярную автономную нейропатию, надо пересмотреть те препараты, которые пациент получает, и убедиться, что эти препараты не вызывают ортостатическую гипотензию. Ну и, соответственно, диагностика кардиоваскулярной автономной нейропатии строится из некоторых инструментальных методов, хотя большинство этих методов сегодня даже называют прикроватными, да. Почему? Ну, что мы можем сделать, посмотреть у пациента, находясь около него? Конечно, это частоту сердечных сокращений в покое. Но тут опять важно правильно сделать эту процедуру, правильно определить ЧСС, правильно определить, снять электрокардиограмму. Вот здесь мне очень хотелось остановиться на том, как вообще сейчас может делаться электрокардиограмма. Представьте себе пациента, который получил направление в поликлинике на электрокардиографическое исследование. Он вбегает в поликлинику, торопится к назначенному времени, пешком поднимается на пятый этаж в связи с тем, что лифт не работает, влетает в кабинет. Хорошо, если посидит немножко около кабинета, ему накладываются электроды и снимается электрокардиограмма. Что мы с вами получим? Конечно, тахикардию покоя. Покой я здесь беру в кавычках. По идее, по-хорошему, как правильно провести эту процедуру? Я не буду касаться тем, я, конечно, утрирую все это, того, как пациент доехал до поликлиники, но он должен не менее 15 минут посидеть около кабинета, где делается ЭКГ, для того, чтобы немножко успокоиться. После того, как он зашел в кабинет ЭКГ и разделся, он должен лечь, ему должны быть наложены электроды и после этого он должен полежать еще 10-15 минут с наложенными электродами и только после этого должна сниматься ЭКГ. Конечно, может быть, для всех пациентов, которые приходят в кабинет для снятия ЭКГ, это невозможно. Конечно, это занимает много времени. Но если вы подозреваете у пациента кардиоваскулярную автономную нейропатию, конечно, надо предупредить функционалистов, чтобы они делали эту процедуру именно таким образом. Ну и вот, соответственно, те диагностические критерии, которые мы можем использовать, когда диагностируем кардиоваскулярную автономную нейропатию. Это ЧСС в покое более 100 ударов в минуту. Это изменение вариабельности частоты сердечных сокращений. В частности, мы можем использовать пробу с глубоким дыханием. Мониторирование ЭКГ, ЧСС, в покое лежа, при медленном глубоком дыхании 6 дыхательных движений в минуту. Нормальные значения, разница более 15 ударов в минуту. Патологическая разница, менее 10 ударов в минуту. Соответственно, нормальное соотношение интервалов РР на выдохе к РР на вдохе более 1,17 у лиц 20-24 года. С возрастом этот показатель снижается. И вы видите, я здесь привел, с каким возрастом, какое соотношение интервалов РР будет диагностическим критерием для снижения вариабельности частоты сердечных сокращений. Третий тест – это реакция ЧСС в ответ на ортостатическую пробу. Проводится он также достаточно легко. То есть во время продолжительного мониторирования ЭКГ измеряются интервалы РР. И ЭКГ фиксируется. Мы просим пациента встать и измеряем РР через 15 и 30 ударов сердца после того, как он принял вертикальное поражение. В норме рефлекторную тахикардию сменяет брагдикардия. И отношение вот этих интервалов РР на 30-м и на 15-м ударе составляет более 1,03. При этом соотношении менее единицы диагностируется кардиальная автономная нейропатия. Ну вот, казалось бы, это такие простые тесты, но, к сожалению, функционалисты не всегда готовы эти тесты проводить. Но это еще не все тесты. Можно провести пробу вальсальвы, но, правда, здесь надо оговориться, что мы говорим о диабете, а, соответственно, если у пациента есть более тяжелая форма ретинопатии, пролиферативная ретинопатия, то эту пробу проводить пациенту ни в коем случае нельзя. Значит, проводится она тоже очень легко. Во время мониторирования КГ пациент в течение 15 секунд дует в трубочку, соединенную с манометром. Таким образом, с такой силой он должен дуть, чтобы стрелка показывала давление 40 мм тутного столба. В норме ЧСС увеличивается с последующей компенсаторной брадикардией, и наиболее длинный интервал РР после нагрузки делят на самый короткий интервал во время нагрузки. Это и будет коэффициент вальсальвы. Норма более 1,2. Соответственно, менее 1,2 будет говорить нам о наличии кардиально-автономной нейропатии. Ну и еще одна проба, это уже проба непосредственно на диагностику ортостатической гипотензии. Это реакция артериального давления в ответ на ортостатическую пробу. Артериальное давление измеряется в положении лежа. Обращаю ваше внимание, что пациент должен лежать с наложенным тонометром где-то те же 10-15 минут, а затем через 3 минуты после того, как он принял вертикальное положение. Соответственно, снижение артериального давления на 20 и более миллиметров втутного столба и или диастолического артериального давления на 10 и более миллиметров втутного столба свидетельствовать будет о наличии кардиально-автономной нейропатии. Для пациентов с исходно повышенным уровнем артериального давления в положении лежа, соответственно, это систолическое более 150 и или диастолическое более 90 миллиметров втутного столба, то, соответственно, снижение систолического на 30 и более, диастолического на 15 и более может считаться более подходящим критерием для диагностики. Ну и, наконец, еще одна проба, это реакция диастолического давления в ответ на изометрическую нагрузку, проба с динамометром. Ну, для этой пробы, конечно, нужно иметь вот этот динамометр. Проводится она тоже не так сложно. Это когда пациент сжимает рукой ручной динамометр до максимального значения, а затем рукоятка сжимается на 30% вот от этого максимального значения и удерживается в течение 5 минут. В норме диастолическое артериальное давление на другой руке повышается более чем на 16 мм тутного столба. Повышение диастолического давления на другой руке, подчеркиваю, менее чем на 10 мм тутного столба говорит нам о наличии кардиальной автономной нейропатии. Итак, как вы видите, в принципе, диагностика кардиоваскулярной автономной нейропатии не представляет больших затруднений, но здесь есть одно «но». Многие говорят, а зачем вообще проводить эти пробы, если можно просто посмотреть вариабельность сердечного ритма. Действительно, показатели вариабельности сердечного ритма, они являются высокочувствительными маркерами состояния звеньев автономной нервной системы и позволяют даже выявить кардиально-автономную нейропатию на ранней доклинической стадии. Почему я говорил все же про пробы? Потому что, к сожалению, для того, чтобы посмотреть вариабельность сердечного ритма, нужна соответствующая приставка к электрокардиографу, или специальный прибор, то есть специальное техническое осложнение, оснащение. Оно, увы, не во всех медицинских учреждениях имеется. Поэтому, да, конечно, вариабельность сердечного ритма это золотой стандарт диагностики кардиоваскулярной автономной нейропатии, но, к сожалению, не везде делается. А, соответственно, что мы можем посмотреть? Мы можем посмотреть удлинение интервала КУТ на ЭКГ, и если оно более 460, и у женщин и 450 у мужчин, это высокочувствительный, но, к сожалению, низкоспецифичный признак в диагностике кардиально-автономной нейропатии. У пациентов с сахарным диабетом вот этот интервал может меняться в зависимости от различных причин. Это электролитное нарушение, гипогликемия, гиперинсулиномия, прием различных лекарственных препаратов. Поэтому ориентироваться на этот показатель, конечно, на 100% не стоит. Эти изменения, они могут нас с вами только подтолкнуть к проведению дальнейшего обследования на выявление кардиально-автономной нейропатии, о котором я уже говорил. Ну, и далее мы с вами переходим к лечению кардиально-автономной нейропатии при сахарном диабете. И вот здесь вы наверняка знаете и помните, что когда мы говорим про любые осложнения сахарного диабета, мы всегда говорим, что нужно нормализовать уровень глюкозы крови. Да, или не нормализовать, а привести, сейчас мы чаще об этом говорим, к целевым значениям. Да, то есть целевые значения сейчас несколько выше нормальных значений, это сделано специально. И об этом мы с вами не раз говорили. Так вот, если мы говорим о лечении кардиально-автономной нейропатии, то здесь есть небольшая разница между сахарным диабетом первого и второго типа. Что касается диабета первого типа, то известно, что нормальный гликемический контроль, особенно осуществляемый на ранних стадиях диабета, он эффективно задерживает и предотвращает развитие диабетической нейропатии и кардиальной автономной нейропатии. Это доказано в исследованиях. А вот, к сожалению, при втором типе сахарного диабета доказательства в пользу почти нормального гликемического контроля, они не так сильны. В некоторых исследованиях говорится, что да, действительно, есть замедление прогрессирования кардиальной автономной нейропатии, до невосстановления. То есть, соответственно, при втором типе имеется большой вопрос, нужно ли достигать вот этих целевых значений. Ну и вот, например, одно из исследований действительно показало, вот сравнили, это метаанализ, это четыре известных крупных исследований АКОРД, АДВАНС, ЮКИ-ПДС и ВАДТ. И вот, посмотрели пациентов с сахарным диабетом второго типа и выяснилось, что, обратите внимание, что общая смертность, что сердечно-сосудистая смертность, что смертность, не связанная с сердечно-сосудистыми заболеваниями, она абсолютно не зависит от того, какой контроль был у пациента более интенсивный, более хорошие целевые значения или наоборот гликирный гемоглобин был несколько выше. То есть абсолютно одинаковая смертность, то есть нет никаких преимуществ вот в таком более интенсивном контроле при сердечно-сосудистых заболеваниях. Об этом нужно помнить. Ну и, к сожалению, я уже говорил о том, что главным в лечении кардиально-автономной нейропатии является воздействие на клинические проявления. И вот здесь, конечно, если они уже появились, эти клинические проявления, то кардиально-автономная нейропатия становится уже необратимой. И таким образом лечение при этом носит чисто симптоматический характер. Ну, например, при тахикардии покоя рекомендуется применение кардиоселективных бета-адреноблокаторов. Здесь мне, собственно, больше добавить и нечего. Но есть свои особенности в лечении, пожалуй, наиболее тяжелого из проявлений кардиально-автономной нейропатии это ортостатическая гипотензия. Вот лечение ортостатической гипотензии является более сложной задачей. То есть церапевтическая цель здесь состоит в том, чтобы минимизировать постуральные симптомы, а не восстановить нормотензию. Вот об этом нужно всегда помнить. Потому что очень часто у этих пациентов лежа уже есть исходное давление повышенное. И плюс еще и ортостатическая гипотензия. Поэтому уж точно не восстановление нормотензии, а именно минимизация постуральных симптомов. И вот здесь по данным исследований ссылки вы всегда видите на моих слайдах важную роль играют не фармакологические мероприятия. Они на сегодня эти мероприятия оцениваются и говорится о том, что они должны быть применены всем пациентам с ортостатической гипотензией. Это обеспечение адекватного потребления соли. Это отказ от лекарств, усиливающих гипотензию. О них мы с вами уже говорили. Это использование компрессионной одежды на ногах и животе. Ну и это физическая активность и физические упражнения. скажу, что устранение детренированности эти упражнения направлены на устранение детренированности, поскольку детренированность она усугубляет ортостатическую гипотензию. Ну и теперь более подобно по этим мерам немедикаментозного лечения ортостатической гипотензии, коль руководство нам говорят о том, что это действительно важно. Ну что мы можем порекомендовать нашим пациентам? Избегать провоцирующих ситуаций. То есть никогда не делать резких наклонов, резких изменений положения тела, особенно по утрам с постели надо вставать потихонечку медленно. Я уже начал говорить о физических упражнениях и поощрении физической активности. Конечно, это не значит, что пациенты должны заниматься такими серьезными спортом. Это, конечно, просто. Например, прогулки, я уже упоминал об этом, пациенты с сахарным диабетом, например, должны набирать где-то хотя бы 150 минут в неделю этих нагрузок. Это не так много, но это препятствует детренированности организма. Это может быть прогулка вокруг дома, ну и так далее. Также используются позиционные маневры перед тем, как изменять положение тела, в частности, особенно это важно утром при вставании с постели. Это перекрещивание ног, чуть-чуть посидеть на корточках, напрячь мышцы нижних конечностей и живота. Отмечаю также, что я уже об этом говорил, но еще раз скажу, что при наличии пролиферативной ретинопатии напряжение мышц живота и нижних конечностей желательно исключить. Ну и также пациенты должны употреблять достаточное количество жидкости и поваренной соли, если нет противопоказаний. В частности, рекомендуется болюсное питье, опять-таки, при вставании утром с постели. Надо заранее вечером заготовить где-то 400-500 миллилитров воды комнатной температуре и выпить в течение пяти минут хотя бы не всю эту воду, но столько, сколько он сможет. Это поможет пациенту предотвратить резкое падение артериального давления. Также желательно соблюдать некоторые правила соблюдения режима питания, в частности, это избегать приема горячей пищи и напитков и переедания, то есть больших порций еды также лучше избегать. Ну и также напомню, есть препараты, которые усиливают гипотензию, их лучше избегать, это трициклические антидепрессанты, психотропные и противопаркинсонические препараты, миорелаксанты, средства для лечения эректильной дисфункции у мужчин, они большинство имеют такой побочный эффект, то есть эти препараты, конечно, мы отменяем. Ну и я уже упоминал про ношение компрессионного трикотажа, нужно пациенту говорить, что можно использовать эластическое белье второго класса компрессии на всю длину ног и или плотно прилегающий к животу и тазу пациента эластический пояс. Как видите, рекомендации достаточно простые, но мы их можем легко использовать у наших пациентов. Если говорить о медикаментозном лечении ортостатической гипотензии при сахарном диабете, то надо сказать, я уже начал об этом говорить, что артериальное давление лежа у этих пациентов, как правило, выше. И это требует назначения перед сном гипотензивных препаратов. Но здесь современное руководство рекомендует назначать препараты более короткого действия. И еще было бы хорошо, чтобы такие препараты влияли на активность барорецепторов. А это, как ни странно, колонидин, это блокаторы кальцио-канала более короткого действия, например, исродипин, и бета-блокаторы более короткого действия, например, атаналол и метапролол. В качестве альтернативы могут использоваться аналаприл, если пациенты не переносят другие препараты. Ну и медадрин на сегодня в России одобрен для лечения ортостатической гипотензии. Итак, какие же это фармакологические препараты, которые мы можем использовать для лечения уже не артериальной гипертензии, а именно ортостатической гипотензии. Это медадрин, напомню, это периферический селективный антагонист альфа-1 адренорецепторов. Назначается он в начальной дозе 2,5 миллиграмма 2-3 раза в день с постепенным увеличением дозы на максимальной 10 миллиграмм 3 раза в день. Постепенная это коррекция дозы 1 раз в 2-3 дня. Назначается этот препарат совместно с рекомендацией сохранять положение стоя или сидя в большее время суток для того, чтобы минимизировать повышение артериального давления в положении лёжа. Ну и вторым препаратом, который разрешён у нас в России и используется для лечения ортостатической гипотензии, это минералокортикоид флудрокортизон. Но надо сказать, что приём данного препарата увеличивает риск развития артериальной гипертензии в положении лёжа. Что, в общем, делает его назначение невозможным у этой группы пациентов. Начальная доза составляет 0,05 мг вечером с последующей титрацией до максимально допустимой суточной дозы 0,2 мг. Ещё раз подчеркну, что подбор доз этих препаратов проводится очень медленно. И главное здесь минимизировать последствия ортостатической гипотензии, при этом как можно меньше, меньшее влияние на исходный уровень артериальной гипертензии. Вот такая вилка, к сожалению, у большинства пациентов делает затруднительным подбор лечения при ортостатической гипотензии. И таким образом алгоритм лечения ортостатической гипотензии при сахарном диабете выглядит таким образом. Итак, что мы должны сделать? В качестве первого шага мы должны назначить немедикаментозные методы и исключить другие причины ортостатической гипотензии, пересмотреть лекарственную терапию сопутствующих заболеваний, естественно, мы должны избегать препаратов, провоцирующих постуральное снижение артериального давления. При сохранении выраженных симптомов ортостатической гипотензии после назначения немедикаментозных методов, вот тогда мы рассматриваем возможность о назначении медикаментозной терапии. Ну и естественно, что потенциальная польза от назначения этих препаратов должна быть соединена с риском медикаментозной терапии. Медикаментозная терапия зачастую, я уже говорил об этом, представляется затруднительным, поскольку вот этот баланс между понижением артериального давления при изменении положения тела и при повышенном давлении в положении лежа, этот баланс очень трудно соблюсти. Поэтому лучше начинать терапию с медодрина, терапия если резистентность к монотерапии, можно попробовать комбинацию этих препаратов. То есть вот так на сегодня выглядят рекомендации по лечению артериальной гипертензии. Ну и я уже начал говорить о том, что гликемический контроль важен при любом сердечно-сосудистом заболевании у пациентов с сахарным диабетом, и мы с вами прекрасно знаем, что более хороший целевой гликированный гемоглобин он снижает риски сердечно-сосудистой смертности, инфарктов миокарда, инсультов, нефатальных инфарктов миокарда. Поэтому конечно гликемический контроль должен быть у всех наших пациентов. Ну и традиционно чем мы можем проводить гликемический контроль? Это глюкометры. Без этого на сегодня естественно невозможна терапия любого сахарного диабета. Ну и напомню, что нашими с вами любимыми глюкометрами являются глюкометры из серии Контур. Это Контур ТС, Контур Плюс и супер современный глюкометр с облачной технологией Контур Плюс Ван. Напомню, что это глюкометры с технологией без кодирования, их кодировать не надо. Они имеют достаточно большой диапазон глюкозы, они измеряют глюкозу от 0,6 до 33,3 миллимоль на литр. Ну и глюкометр Контур Плюс Ван имеет дистанционный контроль, что особенно нам было важно при режиме самоизоляции COVID-19. Спасибо за внимание. Спасибо. Было достаточно интересно, правда, что-то вот с вопросами не очень много. Я задал вопрос про то, что является ли картина на лекокардиограмме немой ишемии аналогом инфаркта миокарда. Я в этом не уверен. Если нет биохимических подтверждений, то вряд ли это можно признать за именно инфаркт миокарда. Павел Андреевич, я имел в виду клиническую немую ишемию, то есть это отсутствие болевого синдрома. Если нет биохимических данных, то это не инфаркт миокарда. Это такой спорный очень вопрос, является ли находка изменений на лекокардиограмме аналогом инфаркта миокарда. Потому что инфаркт миокарда это все-таки гибель клеток, она сопровождается определенными биохимическими клиническими изменениями просто так вот. Ну, это не к вам вопрос, может быть, это вопрос вообще просто меня это очень беспокоит, потому что это неоднозначный. Наверное, более правильно было бы сказать не острый инфаркт миокарда, а может быть ишемическая болезнь сердца. Да и это еще хуже, потому что такой болезни нет. Есть стонокардия, есть инфаркт миокарда, а есть изменения на лекокардиограмме. Но это, кстати говоря, знаете, тут аналог, вот как мы сейчас обсуждаем ковид, матовое стекло это что? Это же не пневмония, в лучшем случае пневмония, а может и вообще даже не пневмония, а совсем что-то другое, хотя смертельно опасно. Вот, то же самое с лекокардиографическими находками при обследовании, так сказать, миокарда, там масса может быть изменений, которые связаны с биохимическими какими-то процессами. Ну, я сейчас вот сходу не вспомню, но были работы по талию, по-моему, при климактерической кардиопатии, и он накапливался у больных с климактерической кардиопатии, картина которых на лекокардиограмме выглядит как инфаркт миокарда. К сожалению, эти работы почти забыты, а ведь это совершенно, так сказать, другая патология, которая явно не требует терапии. Поэтому это какая-то такая кардиопатия, наверное, отдельная. Она интересна для изучения, мне представляется так. Вот. Вообще, все, что вы сегодня рассказывали, у меня прямо вот с ковидом ассоциировалось, прямо вот ковид-ковидом, потому что, понимаете, поражение нервной системы, мы же видим, ну, на уровне центральной нервной системы, я уверен, что там идет и вегетативная нервная система вовлекается, и периферическая, и то, что, собственно, вот больные описывают, а они сейчас, я вошел, ну, то, что называется мамочкин сайт, да, где, так сказать, одни больные, женщины, и соответствующими накладками, скажем так, психологическими, они это все описывают, вот они все описывают гульбу давления, то высокое, то низкое, вот они были норматоники, вот сейчас у них гуляют, но гуляют не сильно, но гуляют, они на это обращают внимание, тахикардию какую-то, тоже непонятную для них, и получается, что все это может быть следствием, ну, вот того, что вы примерно рассказываете, только в одном случае это диабетическое поражение нервных стволов, а здесь может быть воскулит какой-то вот связанный с ковидом, а реализуется все это одинаково, поэтому мне это чрезвычайно интересно было сегодня услышать, я их поспрашиваю, кстати говоря, про арцетатическую гипотезию, потому что они этого не описывают, ну, может у них есть, вот, а их там человек 200 со всего света, русскоговорящих мамочек таких, обеспокоены, кстати, там и дети тоже присутствуют, поэтому такая тема непростая, я тут мамочке без всяких обид, просто это такой термин у нас в России устоялся, зэковские мамочки, вот, так, что-то здесь было про то, что я вижу, вот вопрос, Павел Андреевич, большинство, две трети пациентов не наденут компрессионный трикотаж второго класса ввиду ожирения, какая альтернатива на ваш взгляд? Ну, используют другие методы, кроме компрессионной терапии, к сожалению, это так, да, но сейчас, по-моему, делают, делают для ожирения большие размеры компрессионного трикотажа второго класса. я точно знаю, что можно заказать индивидуально под себя, я просто, поскольку, тоже размеры нестандартного, то я себе заказывал, например, ну, это, правда, не совсем компрессионный трикотаж, но тем не менее, я заказывал себе форму для дайвинга, и мне под заказ прям делали, она же тоже утягивающая, в принципе, какая разница, сейчас это все, поскольку появились материалы, из которых раньше не было, да, то сейчас можно заказать, мне кажется, все, что угодно, была бы задача поставлена. Павел Андреевич, еще вопрос, Мария спрашивает, тест с динамометром понравился, спасибо за идею, но вопрос, перед началом проведения теста обязательно ли измерение AD на обеих руках, и как оценивать разницу при условии исходно разного давления на руках? Ну, рекомендуется использовать для динамометра держать в рабочей руке, а, соответственно, артериальное давление измерять на второй руке, и, соответственно, и исходно, и после теста, да, измеряется просто на одной руке артериальное давление, на противоположной, в которой динамометр. Ну, тест с динамометром вообще тоже не очень свежий, я помню, диссертация была в 80-х годах, по статической нагрузке для выявления ранних признаков сердечной недостаточности у больных с острым инфарктом миокарда. Тоже использовался динамометр, он, это страшная штука вообще, что он дает, я его сам пробовал на больных, и такие отклонения идут, что очень-очень даже, да, поэтому, вроде бы, на первый взгляд простой тест, а на самом деле он может выявлять очень многие изменения, поэтому я считаю, что это тоже интересно, не то чтобы возврат к прошлом, просто это технологии, которые мы иногда забываем, они под руками валяются, что называется. Кстати, Павел Андреевич, а ведь большинство этих тестов, они все очень давние, да, и конечно, кроме вариабельности сердечного ритма с приставкой, да, все остальные тесты, они все очень-очень давние, просто они вот вернулись в качестве таких тестов для диагностики КАН. Ну да, потому что появился разговор о том, что люди не просто так жалуются на то, что у них сердцебиение, на самом деле у них и существует некая патология достаточно выраженная, к сожалению, ее плохо лечить, вот это вот меня немножко смущает, но... Так, можно ли вместо пневмокомпрессии? Вы знаете, вот в руководствах про пневмокомпрессию я ничего не видел, но почему именно трикотаж второго типа? Для того, чтобы не сильно сдавливать, потому что можем же и сосуды перекрыть, а у пациентов, у этих, как правило, еще макроангиопатии, соответственно, этим опасна, в общем-то, компрессия, поэтому тут вот надо перекрыть поверхностные сосуды, но не трогать глубокие, поэтому именно компрессионное белье. При пневмокомпрессии, вот я не знаю просто, можно ли, используя такие сапожки, сделать так, чтобы вот перекрывались поверхностные сосуды, но глубокие не были затронуты. Ну, я тоже не очень специалист в физиотерапии, но мне казалось, что это какой-то массаж такой, пневмомассаж сосудов. Если это так, вот как я себе представляю, то почему бы нет? Ну да, если так, да, вот если это не затрагивает глубокие сосуды, то почему нет? Так, а? Не затрагивает глубокий сосуд приема компрессии, да. Чего еще? вот нейроковид, не вижу, где вопрос? Правомощен тогда термин диабетическое сердце наряду с диабетической стопой. Ну, наряду с диабетической автономной кардиопатией, но так вот принято, что просто что такое диабетическое сердце? Для это, наверное, еще и полиус ишемическая болезнь сердца, потому что считается, что ИБС при диабете это одно из осложнений диабета, тогда сюда можно включить еще, если говорить о диабетическом сердце, всю другую сердечно-сосудистую патологию. Поэтому, наверное, это неправомочно заменять термин автономная кардиальная нейропатия на термин диабетическое сердце. Это более широкое понятие. Ну да, мы-то говорим сейчас о какой-то патогенетической системе, а не о том, что в результате развивается инфаркт миокарда. Инфаркт миокарда в основном пойдет по шифру, как ишемические болезни сердца. Вот, поэтому, конечно, я бы не расширял. Диабетическая стопа все-таки это некая специфика, такая довольно выраженная, четкая, однозначная, и там нету альтернативы, как бы, для диабетической стопы. Да. Здесь все-таки накладывается это все на имеющуюся гипертонию, на имеющийся коронарный склероз, на имеющийся нарушение ритма, кстати. Вот, и это просто добавляет, усиливает, и мы понимаем, что с чем связано. Так, еще вопросы какие-то были? Больше вроде бы... Я вроде тоже не вижу больше. нужны приспособления для одежды, для одевания, но это бывает, что нужно, но опять же, если вы знакомы с темой трикотажа, то там полно совершенно, бесконечное количество всяких приспособлений для одевания. Другое дело, что это все довольно дорогие удовольствия, и, ну, наверное, не все на это... Секунду пишу большой вопрос. Ждем, ждем. И тут, конечно, не все так просто, потому что вот этот трикотаж, если я правильно понимаю, может, я тут ошибаюсь, кто-то меня поправит, он не бесплатный для людей, да? Или он идет по... Нет, насколько я знаю, нет. Не идет, да? Хотя, в принципе, конечно, он должен занимать у определенных больных свое место и быть бесплатным, потому что это все достаточно серьезные вопросы. Не бесплатные, вот мне подтверждают. Ну, я так примерно и думал. Но он не просто не бесплатный, он довольно дорогой, очень плохо. И поэтому мало доступен. В Москве полно магазинов, где этим всем торгуют. Это не аптеки, это артеки, если я правильно помню, да, это что-то типа этого, артезы. Ортезы для стопы. Не-не-не-не, там они называются по-другому, по-другому. Ортопедические салоны или артеки, как-то они вот так вот называются, их много, их легко найти, вот, но там цены. С другой стороны, я как туда зашел, и на меня произвело огромное впечатление количество всего того, что есть в мире. Но в основном это, конечно, все немецкое, потому что немцы, еще, если я правильно помню, с Первой мировой войны очень страдали всеми этими приспособлениями. Если вы помните Эриха Мария Ремарк, там описываются всякие вещи, как они занимались физиотерапией, они это продолжают делать, и, наверное, дошли сейчас до очень высоких ну, вот, ортосалоны, да. Так, как указать диагноз автономную нейропатию? Правильно сформулировать, значит, вот здесь хороший вопрос, да, мы обычно, действительно, очень много ошибок в диагнозе бывает. Значит, вот часто пишут диагноз диабетической полинеэропатии, это не совсем правильно, почему? Потому что полинеэропатия подразумевает под собой наличие всех различных видов нейропатии, а это значит и дистальная, и автономная, там, и мононейропатии, и радикулопатии, и так далее, и так далее. Поэтому вы можете написать диабетическое полинеэропатии, но тогда поставить двоеточие и написать дистальный тип, там, допустим, сенсомоторная форма, дальше, через точку с запятой, автономная, кардиальная, автономная нейропатия, и в скобочках указываете форму, тахикардия покоя, ортостатическая гипотензия, постуральная тахикардия, и так далее. То есть, вот так будет правильно. И поскольку действительно кардиальная форма не присутствует одна, то есть, другие виды нейропатии, как правило, уже будут, поэтому вот здесь действительно можно написать диабетическое поле нейропатии, двоеточие, какая-то форма, еще какая-то форма, и в том числе кардиальная автономная нейропатия. Значит, пишут, компрессионный трикотаж разрабатывают через ИПР. ИПР, это я не понимаю, индивидуальный предприниматель, что ли? Наверное, да. Наверное. А индивидуальный пошив, пошив, одна пара стоит 20 тысяч рублей, нужно две пары. Ну, я ничего не могу сказать, кроме того, что это дорого, я же предупредил, что это не дешевое удовольствие, но если это очень надо, то надо... А? Я не знаю, что такое ИПР, но есть кто-то, кто написал, поясните, что это такое. Индивидуальная программа реабилитации инвалидов, вот. И что, это может быть оплачено каким-то образом через социальную службу, это ИПР? Ну, я тоже не знаю. Там вообще-то говоря социальные службы очень много чего могут оплачивать, и вот, да, подтверждение, что да, могут. Не может ничего не оплачивать, но это я не уверен. Насколько я знаю, как раз социальщики, они лучше даже оплачивают, чем здравоохранение, это не ОМС вам. И там всегда можно найти и договориться, чтобы это сделали. Другое дело, что нужно, конечно, какой-то, ну, типа рецепта, какие-то рекомендации, то есть просто так не получится оплатить. Но вообще социальные службы оплачивают, вы знаете, что можно купить кровать, например, противопролежневую, чуть ли не каждый год ее можно покупать. Все подгузники идут, это уж наша тема с пролежними, точно могу сказать, что оно, опять же, оно ограничено, там есть какие-то лимиты, все это правильно, но тем не менее это огромное подспорье. Ну, я даже видел кровать для лечения диабета. рекламу, то есть вот спина этой кровати и диабет пройдет. Это вот я не знаю. Я видел лично эту рекламу. Кроме утки ничего это не вызывает. есть вопрос. Противопролежневую это очень хорошая кровать. Да, это да. Слово Богу, что-то появилось и можно купить домой. Павел Андреевич, вопрос про длительные перелеты в самолете. Что Вы рекомендуете принять из препаратов дополнительно? Из препаратов я ничего не рекомендую, конечно. Андрей прав разминаться, прогуливаться по проходам, но просто в самолете же пациент практически не лежит. Это все равно положение либо сидя, либо полусидя. Поэтому здесь просто если он откидывает кресло в положение полусидя, соответственно восстанавливаться, возвращаться назад надо более плавно. Не сразу прям вставать и бежать. Только эти рекомендации, никаких дополнительных препаратов в этом случае, конечно, принимать не надо. Ну, в самолете, в принципе, нужна антикоагулянтная профилактика, тромбоэмболия и лёгчная артерия. Это бы того или нет. Да, это может быть обычный детролекс из самого такого простого косточки винограда, но может быть и прямые оральные антикоагулянты. Поскольку эта тема известная, поскольку люди умирают, и знакомые умирали вот так в самолете, то лучше перебдить немножко. Но это не имеет отношения к обсуждаемой теме, это просто общая тема такая. существует. Ну и, кстати говоря, еще воды надо много пить, потому что в самолете очень сильно высушивает. Вот. Хорошо бы алкоголь. Алкоголь обладает антиагрегационными эффектами и тоже препятствует тромбоэмболии. Но сейчас, если я правильно понимаю, только в первом классе алкоголь дают, да? Вот. Но, тем не менее, небольшое количество алкоголя, это не разговор о том, что нужно напиться и, так сказать, буянить на борту. Но, тем не менее, небольшое количество алкоголя, они очень хорошо помогают. Кстати, знаете, уж раз про самолет заговорили, опыт, собственно, панических атак, там же понижается напряжение кислорода очень сильно в воздухе, да, до нескольких тысяч метров, как бы, человек оказывается, там, две тысячи метров над уровнем моря, и это способствует появлению панических атак. И вот, мой опыт, например, говорит о том, что рюмочка коньяку такую атаку снимает. Ну, потому что делать нечего, люди в полном шоке бьются. 200 миллиметров падать, да, ну, наверное. Вот, ну ладно, это немножко в сторону мы с вами ушли, но тем не менее. Хорошо, тогда на этом мы сегодня заканчиваем. Я напоминаю про 13 число в понедельник у нас 17, во сколько это будет? 17.30 в это же время, многолетний опыт применения Апексабана у пациентов с фибрилляцией предсердий. Будет выступать на палках Дмитрий Александрович, это профессор первого мединститута. Вот, но поскольку Апексабан сейчас стал таким препаратом, ну, для нас, во всяком случае, для нашей команды номер один для профилактики лечения ковидной инфекции, то мне кажется, это будет очень интересно и вообще, так сказать, тема, вот, удивительно, но тема пошла из России, она сейчас во всем мире, но первыми мы были, когда еще в январе этот вопрос подняли, вот, и сейчас везде антикоагулянты, в общем, применяются достаточно активно, без указаний, без ссылки, конечно, это уж тут дело такое. Хорошо, спасибо большое, всего хорошего, ждем вас в понедельник. До свидания. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok